МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости в студии Елины Речкина. Коротко о главных событиях в регионе. Отличный новогодний подарок. Дорогу Шишково-Тимирязево официально откроют на длинных выходных, как и участок улицы Загоровского. Основные работы на всех объектах завершены. Осталось лишь доделать тротуары и кое-где положить основное покрытие. Пользоваться надземными переходами тоже пока нельзя. Напомню, их четыре. У остановок Дубрава и Ботанический сад, а также у ЖК Олимпийский и на Загоровского. Их установили, однако лифты еще не подключили. Открыть переходы планируют весной, а пока временно будут обычные зебры. Впрочем, все эти работы не мешают запустить магистраль хоть сейчас, как и планировали изначально. Однако все же решили повременить. Было намерение сегодня прямо открывать там движение. Но выждем, наверное, паузу, чтобы не вводить людей в заблуждение, с учетом того, что схема организации дорожного движения на некоторых участках, примыкающих к этим дорогам, будет меняться. Поэтому, чтобы люди спокойно подготовились к новогодним праздникам, принято решение запустить движение по этим двум участкам на новогодних праздниках. Три километра четырехполосной дороги воронежцам разрешат проехать по дороге Шишкова-Тимирязева, которая сейчас называется улицей Крынина, на следующей неделе. Кстати, некоторым приглашения не нужно, и они уже курсируют по новой магистрали. Однако это небезопасно, учитывая, что на объекте еще работает строительная техника. И лучше дождаться официального открытия. Добро пожаловать в сказку! Торжественное открытие главной новогодней елки Воронежской области состоится в 5 вечера 31 декабря. Но уже сейчас на празднично украшенной площади Ленина постепенно появляются первые посетители. Сегодня, завтра, а также на каникулах, площадь открыта для всех желающих с 10 утра до 22.00. Ну а в главную ночь года она будет работать до 2 часов. Чем нынешнее убранство отличается от прошлогоднего и где лучше всего делать памятное фото, готов рассказать наш корреспондент Евгений Жакот. Горка, карусели, конечно, главное елка. На центральную площадь Воронежа праздник уже пришел. Посетителей пока не очень много, что и понятно. Рабочий день. И все же гости есть. Говорят, заглянули, чтобы, во-первых, оценить новогоднее убранство, а во-вторых, зарядиться чудесной атмосферой. Ну а какой Новый год без Деда Мороза? Скульптуры доброго волшебника и его внучки находятся прямо за моей спиной. Они были расписаны воронежскими мастерами и здесь стали главными объектами для фотосессий. Впрочем, локаций для фотосессий здесь множество. Ради красивого снимка некоторые даже приезжают из других городов. Мне очень понравилось. Я из Ростовской области к вам приехала, и поэтому пришла сюда специально, чтобы пофотографироваться, сделать фотосессию. Елка у вас очень красивая. Елка не только красивая, но еще и большая. Нарядная красавица достигает 19 метров в высоту. От прошлогодней отличается не сильно. Разве что на ее вершине не Петровский вензель, а традиционная звезда. Любишь кататься, люби саночки возить. Правда, вместо саночек у нас тюбинги. Да и возить их приходится совсем недалеко. Зато какие эмоции. Оп. Сейчас мы проверим эту горку на себе. Ну, в путь. Я приехал. Чудесные декорации, которые создают всю атмосферу, заслуживают особенного внимания. Вот, например, новогодняя карета. К слову, дети от нее без ума так и норовят уехать в сказку. Еще одно интересное решение на площади – это вот такие замечательные качели. Очень здорово, что прямо в центре города можно сесть на них, покачаться и полюбоваться чудесным новогодним видом. Однако по-настоящему чудесные виды открываются с наступлением темноты. Площадь буквально сияет. Многие признаются, что эмоции словами не передать. Кажется, что то самое новогоднее чудо находится совсем рядом. В столице Черноземья продолжается сбор подписей за выдвижение действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России в марте 2024-го. Сегодня свой автограф в подписном листе в штабе общественной поддержки поставил и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Глава региона отметил, важно продолжать ту работу, которую начал наш президент. Напомню, пункты по сбору подписей за выдвижение Путина в президенты сейчас работают в пяти крупнейших торговых центрах Воронежа в Максимире, Граде, Арене, Солнечном Рае и Галерее Чижова, а также в большинстве райцентров нашего региона. Волонтеры отмечают, к стойкам, где собирают подписи в поддержку действующего президента, Воронежцы идут очень активно. Уверен, что все избиратели придут в дни выборов и отдадут свой голос за те процессы, которые, по их мнению, в России должны происходить. Свой автограф в подписных листах заводвижения Владимира Путина в президенты России оставил и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетезов. По его словам, в команду Путина уже вошли настоящие лидеры общественного мнения. Это участники специальной военной операции, ученые, представители самых разных рабочих профессий, предприниматели, учителя и медики, спортсмены и многие другие достойные граждане нашей Родины. И пополнить их ряды может каждый воронежец, подчеркнул спикер регионального парламента. Ожирение, сахарный диабет и низкорослость – это лишь часть серьезных проблем, которые уже много лет успешно решает детская клиническая больница Воронежского медицинского университета имени Бурденко. Работает она в тесном сотрудничестве с Национальным центром эндокринологии Минздрава России, который возглавляет выпускник ВГМУ Иван Дедов. В 2023-м детская больница медуниверситета в очередной раз стала лауреатом Всероссийской премии портала «Продокторов» в номинации «Лучшая государственная клиника». Победители определяли на основе отзывов пациентов, что само по себе о многом говорит. Анна Медведева продолжит. Особенность детской клинической больницы ВГМУ имени Бурденко – не только лечебная, но и научная и образовательная деятельность. На ее базе несколько кафедр, где проходят практику студенты педиатрического факультета. Здесь же лечебно-консультативной деятельностью занимаются и профессора вуза. Кроме того, в клинике проводят исследования таких серьезных заболеваний, как детское ожирение. Актуальность проблемы, говорят врачи, колоссальная. Мы разработали протокол апробации, то есть введения нового препарата, новые технологии в лечении ожирения у детей. Всего в нашей базе с 2016 года более 600 детей с ожирением, дети нашей области и близлежащих областей. И за год именно для участия в этих протоколах апробации, вот у нас было 23-45, на следующий год планируется 60 пациентов. Помимо детского ожирения, эндокринологическое отделение клиники ВГМУ занимается и сахарным диабетом, причем и первого и второго типов. Проводят комплексное обследование маленьких пациентов, назначают высокотехнологичное лечение. К примеру, устанавливают инсулиновые помпы до 150 в год по федеральной квоте. За такой помощью сюда едут со всей стороны. Если еще в 20 веке сахарный диабет второго типа считался казуистикой у детей, и только было, как правило, пожилых пациентов, то сейчас это уже практически обычное явление диабета второго типа у подростков. К нам направляют врачи-педиатры, детские эндокринологи с отставанием в росте. Когда по программе специализированной, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, это отставание составляет минус два стандартных отклонений. Чтобы выявить проблему, ожирение ли это, сахарный диабет или низкорослость, понять причину и назначить адекватное, а главное эффективное лечение, в больнице ВГМУ есть собственная лаборатория с диагностическим оборудованием, которое соответствует мировым стандартам. За год проходит примерно около 100-150 тысяч исследований через клиническую лабораторию по таким направлениям, как биохимические исследования, молекулярно-генетические, химико-микроскопические, но это общеклинические, всем известные исследования, и иммунологические исследования. Специфика присутствует в связи с наличием детского эндокринологического отделения. На нашей базе проводится полный спектр гормональных исследований. В том числе и уникальных, которые общеприняты на международном уровне. Ребенка положили с избыточным весом тела, с ожирением даже, и обследование, и назначение лечения соответствующего для снижения массы тела. Пока еще об успехах говорить рано, хотя ребенок сегодня при выписке сказал, что сбросил полкилограмма, поэтому достаточно весомо уже, наверное, за неделю сбросить полкилограмма. Наверное, каждый взрослый человек об этом мечтает, да, который снижает вес. Поэтому будем смотреть, наблюдать. Я думаю, что добьемся какого-то результата. Помимо отделения эндокринологии, в больнице Воронежского медуниверситета есть и кардиоревматологическая, и пульмонологическая, где лечат в том числе от аллергии, а также наблюдают пациентов гастроэнтерологического профиля. Каждое деление на 30 коек, есть и амбулаторный прием, где также всегда готовы оказать высокотехнологичную помощь. Благотворительный проект «Елка желаний» охватил всю страну. Пару дней назад перед госсоветом губернатор Александр Гусев снял несколько шариков с главной зеленой красавицы России, которая установлена в Кремле. На одном из них была написана мечта 10-летнего Ромы о роликовых коньках. И вот сегодня желание сбылось, подарок от главы региона Рома распаковал сразу же, и уже через пару минут мальчик делал первые робкие шаги на роликах. Пока, правда, только по квартире. Теперь у школьника появилась еще одна мечта – прокатиться на коньках вместе с папой. Глава семьи, участник спецоперации, воюет уже год. Мальчик пообещал усердно тренироваться, чтобы, когда отец вернется домой, продемонстрировать ему высший пилотаж. Вообще были рады. До такой степени мы не верили в это. Это вообще новогоднее чудо такое. Какие у тебя были первые эмоции, когда ты увидел подарок? Вот что ты почувствовала в этот момент? Ну, я почувствовала в себе доброту, смелость. И в будущем, как я на них кататься буду. Глава региона пообещал до Нового года исполнить желания всех ребят, чьи записки снял с елок желаний. Не только Кремлевской, но и Воронежской. Установлена она в здании областного правительства. Помимо главы региона, шарики с нее доставали и его заместители. Так, первый вице-губернатор Сергей Трухачев исполнил мечту 12-летнего Данила, который живет в Новопскове. Это недалеко от Луганска. Подросток увлекается футболом, поэтому прямо из столицы Черноземья ему доставили целый чемодан с несколькими комплектами формы воронежского факела. Причем на каждом написано имя мальчика, так что все по-взрослому. А вот Насте из ЛНР достался подарок от заместителя председателя правительства Виктора Логвинова. Беспроводную колонку домой к Анастасии привезли поздно вечером. Девочка, признается, написала на елку желаний просто на удачу и даже не ожидала, что получит такой красивый сюрприз из Воронежа. Помогут со сбором документов и даже присмотрят за детьми. В Воронеже открылся первый семейный МФЦ. В нем будут помогать с получением различных соцвыплат, оказывать психологическую помощь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию и многое другое. Для этого в центре предусмотрено три профильных отделения и около 20 сотрудников. Как и в других МФЦ, здесь электронная очередь. Однако есть и то, чего в остальных отделениях нет, например, детская комната. В помещении большой интерактивный экран, бассейн с шариками, музыкальные инструменты и множество игрушек. Именно здесь будут находиться дети, пока родители заняты оформлением документов. Важно, что работа здесь построена по принципу одного окна, то есть все вопросы можно решить в одном месте. Юлиана Руднева – мама троих детей, и она уверяет, подобные центры спасения для родителей. Если даже сходить в поликлинику необходимо, можно здесь оставить ребенка. Очень удобная функция одного окна, что можно подать заявление, и все документы будут запрашивать. Действительно, при нашей самоотношенной жизни, когда органы соцзащиты помогают в сборе всех необходимых документов, что необходимо для льгот и так далее, для этого очень большая помощь. Семейный МФЦ работает на базе управления соцзащиты советского района. Его удалось открыть благодаря гранту от Всероссийского фонда поддержки детей. Проект получил и федеральное, и областное финансирование. Всего в этом году по всей стране появилось более 30 подобных центров, и это только начало. В ближайшее время должен будет открыться на базе детского реабилитационного центра. Очень интересно, когда центры открываются на базе разных организаций. Это управление социальной защитой. Там будет реабилитационный центр. Немножко разные возможности для детей будут, пока они ждут родителей. Поддержка по всем фронтам. Депутат Госдумы Сергей Чижов передал очередную партию гуманитарной помощи для военной комендатуры. На передовую отправились металлоискатели, монокуляры ночного видения, тепловизионные прицелы, элементы питания и даже канистры для хранения и транспортировки топлива. Офицеры признаются, за ленточкой такой комплект буквально незаменим. Уж очень сильно он упрощает выполнение боевых задач. Не забыли и про праздники. В рамках акции «Новогоднее чудо детям» парламентарий передал 50 сладких наборов для ребят из семей участников СВО. К слову, точно такие же подарки по доброй традиции получат еще порядка 7 тысяч маленьких воронежцев. В дополнение к тому, что я делаю в Государственной Думе, это связано с обеспечением социальной гарантией для военнослужащих и близких, материально-технической обеспечения армии и развитие оборонно-промышленного комплекса. Безусловно, приходится закупать различного рода оборудование и личной защитой, и средства борьбы с беспилотниками, квадрокоптеры, тепловизоры и много чего другое. Я считаю, что это обязанность каждого гражданина, потому что мы все должны делать все возможное для того, чтобы ускорить нашу победу. Мы очень большую помощь получаем от Сергея Викторовича для нашего подразделения, для выполнения определенных специальных задач, которые представлены, поставлены перед нами. Сергей Викторович очень большой, делает вклад периодически, уже на протяжении с момента начала специальной военной операции. Мы это чувствуем, она помощь адресная, она доходит до каждого военнослужащего, за что огромная благодарность. Скоро победа будет за нами. Волшебный восток и широкая русская душа. Два, казалось бы, несовместимых понятия, по задумке режиссера театра Воронежского детского дома «Мы вместе» переплелись в единую сюжетную линию. На сцене прекрасно уживаются султан Сулейман со своей свитой и три богатыря, желающие помериться с Силушкой. Такой в преддверии Нового года представили на суд юным зрителям новую сказку из книги «Тысяча и одна ночь». Премьеру музыкального спектакля «Шахерезата» увидела Юлия Золотарева. С длинной бородой, мешком подарков и гаишным жезлом вместо посоха. Так полицейский Дед Мороз прибыл в детский дом на железной колеснице, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом. Наш полицейский Дед Мороз пожелал ребятам здоровья, улыбок в Новом году, положительных оценок, приобрести новых друзей и привез с собой множество сладких подарков. Свой сюрприз подготовили и воспитанники детского дома. Полуторачасовой музыкальный спектакль «Шахерезата» в новогодней трактовке. По задумке режиссера Светланы Самарцевой, «Восточная красавица» расскажет зрителям свою новую, тысяча вторую сказку в русской интерпретации. У нас, получается, переплетается Восток с Россией. То есть, вот мы как раз показываем культуру, ну, в такой вот сказочной, игровой форме, конечно, именно восточные и танцы будут, и такие вот реплики, и стараются взрослые сделать вот такой вот разговор тоже восточный, приближенный к Востоку. И в то же время у нас будет именно из России герои, которые будут показывать свою культуру, и девочки будут танцевать народные танцы. История о невероятных приключениях, колдовстве и большой любви, способные преодолеть любые расстояния. Такого развития событий, кажется, не могла представить себе и сама Шахерезата. А вот воспитанникам и педагогам детского дома удалось все это показать на сцене. Вот уже несколько лет здесь работает театральная студия «Мы вместе». Ее участники – как сами воспитанники, так и преподаватели. А зам актерского мастерства учат независимо от возраста. Например, Артем Черемисин. Шесть лет назад впервые вышел на сцену в роли второго плана – внука Деда Мороза. Теперь же играет одну из главных – сына русского царя Алексея, который отправился на Ближний Восток в поисках приключений. Очень легко текст запоминаю. Буквально на третий день репетиции я уже ходил без текста. А так – да, легко. Завхоз в роли русского царя, а всевластная царица в жизни – обычный воспитатель. Плюс могучий султан Сулейман со своей восточной семьей и сильные богатыри. А появление Бабы Яки в современном образе и вовсе стало сценическим дебютом. Преподаватели рассказывают, за право участвовать в спектакле среди взрослых развернулась настоящая жаркая борьба. Подобрали героев, прошел кастинг определенный на роли. Желающих всегда много, все хотят участвовать. Ролей на всех не хватает. Все – декорации, украшения зала, подготовка детей, подготовка ведущих. Все в те четыре месяца. И сегодня результат нашего совместного труда. В общем, надеемся, что всем понравится. Помимо взрослых, в спектакле задействовали и половину ребят из детского дома. Кто будет исполнять роль самой Шехерезады, сомнений не вызвало. Решили единогласно. Восточную красавицу сыграет 15-летняя София Коптева. Кстати, каждый из артистов вплоть до премьеры держал имя своего персонажа в строжайшем секрете. Меня уже все знают. Я тут, к тому же, пятый год уже, и меня выбрали сразу на эту роль. Это не первый выход. Ну, мне было просто с этим освоиться, но мы достаточно долго к этому готовились. Четыре месяца прошло. Ну, в принципе, как я не первый раз, я уже не нервничаю. Я спокойно себя чувствую на сцене. Шехерезада – это уже восьмой спектакль, поставленный театральной труппой «Мы вместе». До этого были «Царевна-лягушка», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ночь перед Рождеством» и другие. И каждое представление вызывало бурю эмоций и шквал зрительских аплодисментов. Творческий фестиваль для подопечных центров реабилитации и социализации в этом году получил новое название. Переименовать конкурс с десятилетней историей решили сообща Министерство соцзащиты и сами участники. В итоге вместо «Радуги жизни» появилось «Созвездие талантов». Но суть осталась прежней. Это настоящий праздник, собирающий массу людей, причем не только из Воронежской области. В 2023-м только на первый заочный этап свои видеозаявки подали 20 творческих коллективов – 18 из нашего региона, плюс Тамбов и Волгоград. Лучшие 9 вышли в финал и вот теперь встретились на гала-концерте в Большом зале Министерства социальной защиты Воронежской области. Помимо песен, танцев и юмористических зарисовок, финалисты привезли с собой рукотворные шедевры. В холле организовали целую выставку поделок. Тема форума – Россия и все, что связано с Родиной. Патриотические песни, игра на народных инструментах и зимние забавы. Кстати, номер с таким названием в исполнении артистов из Бобровского центра реабилитации и социализации уже успел покорить питерские подмостки на Всероссийском фестивале «Ветер надежды». Сейчас местные звезды, отточив мастерство на Воронежском созвездии талантов, готовятся к гастролям в Москве. Там коллектив выступит на ВДНХ в день Воронежской области. Мы любим танцы, танцевать. И педагоги мои радуются, когда они с нами занимаются. И мы очень любим все, что от нас требуется. Но мы старались. Я был уверен, потому что я цены не боюсь, всегда надо улыбаться, позитивно выходить, людей надо радовать тоже. Звезды, они загораются. И мы проводим наши фестивали именно для того, чтобы наши проживающие в пансионатах смогли раскрыть себя, стать маленькими звездочками. На самом деле, этот фестиваль очень востребован. И все наши ребята, девчонки с удовольствием принимают в нем участие. Они весь год готовятся. У нас есть промежуточный этап этого конкурса. Все необыкновенно интересно. И мы с удовольствием его проводим. И с удовольствием рассказываем нашим зрителям о том, что умеют наши ребята. Потискать лайку, хаски, маламута. Угостить морковкой пушистую альпаку. Все это перед Новым годом удалось сделать самой большой воронежской семье. Ольге и Евгения Кулешовых, в которой 19 сыновей и дочерей. Поездку в Белый колодец по традиции помогла устроить управа Коминтерновского района. А вместе с огромным семейством предалась детским забавам и наш корреспондент Мария Сивак. От мала до велика. Для такой большой семьи нужен автобус как минимум на 20 мест. Организовать и рассадить целую детскую делегацию. Отдельная история. Мальчишки и девчонки в предвкушении настоящего новогоднего праздника. Ну а когда настроение веселое, душа так и требует песен. Зимой и летом стойная зеленая была. За веселыми песнями поездка прошла быстро. Первая остановка – Ошка-парк. Хаски, лайки, самоеды и маламуты – почти все породы северных собак. У ребят буквально загорелись глаза. Хочется потискать каждого пушистого постояльца. Судя по всему, хвостатым – это только в радость. Тем временем Ира берет первые в жизни уроки дрессуры. Девочка очень любит животных и в будущем мечтает стать кинологом. Не стесняйся. Не стесняйся, просто с ними общайся, играйся с нами. Это не крова, вон. Барьер. Рич, рич. Хап, хап. Белые собачки, похожие на облака, велят хвостами от удовольствия, когда и гладят сразу несколько маленьких ручек. Кажется, такие поездки еще больше сближают крепкую семью Кулешовых. Большинство из этих ребят прошли через детдом. Однако многие из них об этом даже не догадываются, потому что Ольга и Евгений не разделяют детей на своих и чужих. Малыши это чувствуют и дарят тепло в ответ. Мы вас любим! Ольга Кулешова говорит, что за годы воспитания такой непоседливой оравы практически обрела сверхспособности. Только супермама может делать 10 дел одновременно. Дети, наверное, как и в школе, их надо построить вот эту схему, как воспитание, когда, во сколько нужно сделать уроки, какие тренировки. То есть это расписание, организация, она должна быть обязательно у родителей в голове, да, и потом уже все это внедряться на детей, потому что иначе хаос будет. Я хотела иметь многодетную семью, я к этому шла целенаправленно, осознанно. Ну, количество детей, как бы, само собой такое сложилось, потому что некоторые дети, вот, ну, как говорится, пути Господни нас сводят. Весело, никогда не грустно, не скучно, везде можно поиграть, там, повеселиться. В школе приходишь, типа, когда заходит тема, типа, про семьюру, потому что все такие, ну, у меня нет братьев, у меня только одна сестра, я такая, да, у меня там, знаете, сколько братьев, сестра, весело, просто вообще. Дорогая семья, я люблю вас очень-очень сильно и хочу вас всех одновременно обнять. Сегодня семейство Кулешовых не в полном составе. Всего 15 мальчишек и девчонок. Некоторые ребята уже выросли и даже обзвелись своими детьми. Папа, Евгений Анатольевич, шутит. Самое тяжелое в его жизни – это вес новогодних подарков. За раз их просто не утащить. Хотелось бы, ну, квадрокоптер. А зачем? Хочу летом запускать, который можно исследовать там. Куда-то на природу пролететь, запустить квадрокоптер. Там, допустим, услышал где-то дятла, подлетел на квадрокоптере с камеры. Обычно говорим, что Дед Мороз приходит уже, когда все спят, и потом все ныряют под елку, ищут свои подарки. Поэтому там старшие, конечно, понимают. Это уже Дед Мороз, это папа с мамой. Большая семья для меня – это то, для чего стоит жить. Настоящий мужчина. Вторая точка в новогоднем маршруте Кулешовых – Альпака парк. Животные очень контактные. Правда, подходят только, если увидят еду. Самые смелые ребята осваивают необычные трюки. Зажимают морковку между губ и ждут, когда пушистая прожора потянется за ней. Такой поцелуй уж точно запомнится на всю жизнь. А пока Альпака не видят, можно и самим продегустировать ее рацион. Дети есть дети. Любопытство – их главная черта. Ведь не каждый день можно увидеть таких экзотических животных. Мальчишки и девчонки не перестают обмениваться впечатлениями. И праздничным настроением хочется поделиться со всеми. От лица семьи Кулешовых поздравляю всех с наступающим Новым Годом. С наступающим! И на сегодня это все. Оперативная информация на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Завтра в эфир выйдет последний выпуск губернских новостей в уходящем 2023 году. Его проведет мой коллега Павел Рыжиков. Будьте в курсе событий с наступающими Новым Годом и Рождеством. И до встречи в эфире в 2024. Редактор субтитров А.Семкин